привет друзья в этом философском мотивационном видео хочу поговорить с вами о такой ситуации многие люди которые изучают английский они пытаются оглянуться назад и увидеть свой прогресс и желательно конечно увидеть прогресс такими семимильными шагами то есть чтобы я скажем в марте месяце да был уже в 10 раз круче в английском там чем феврале например и если они не видят четко не могут осознать этот прогресс то они расстраиваются и говорят что я в английском не прогрессирую вот учу его учу свои сериалы шерлоки холмс это молодежные смотрю смотрю чего там читаю читаю аудиокниги слушаю слушаю прогрессами давайте немножко разберемся может ли такое быть или не может и так смотрите я сразу ставлю под сомнение самое само понятие отсутствие прогресса давайте проведем такую параллель небольшую с со спортом например или с музыкой или с искусством я думаю со спортом проще всего потому что больше всего людей занимаются чем-то там прыгают бегают боксирует и английские мы овладеваем каким-то навыком предположим человек занимается например там я не знаю теннисом да вот он ходит на свою тренировку играет там три раза в неделю может и 4 а в промежутках еще не занимается какими-то физическими значит нагрузками упражнениями но чтобы развивать свою форму дополнительно и вот он играет 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 прошло например полгода да и там девять месяцев и вот он задумывается что я игра игра прогресса нету да ну и соответственно вряд ли человеку это нравится он начинает тускнеть но смотрите если оглянуться если рассмотреть это во первых со стороны да повторя глобально но прогресс конечно есть даже если теоретически человек играет в свой теннис приблизительно с одними и теми же партнерами конечно таких диких скачков не будет но все равно он отрабатывает какие-то подсознательно или подсознательно какие-то движения там приемы и в общем время выносливости он постоянно это оттачивает и оттачивает соответственно он улучшается он не он не может играть три раза в неделю ну как играть заниматься там по четыре часа три раза в неделю и не у не улучшаться вообще скорее всего такое я слово невозможно не люблю новую такого не бывает конечно лучше когда раз полгода условно говоря судьба посылает ему на эту тренировку какого-то нового человека с уровнем намного выше то есть он начинает ему проигрывать там энергично да потом они играют играют месяцами начинает выравниваться вот мы потом играют на равных да проходит еще полгода еще новый появляется еще круче ну конечно так так было бы идеально но не всегда так бывает но тем не менее прогресс все равно есть то же самое с английским если вы регулярно слушаете значит аудиокнижки смотрите всякие там передачи и фильмы в ютюбе субтитрами без субтитров всякими возможными способами ежели вы еще и читаете что-то на английском но это просто вообще-то и вам кажется если вы это делаете чуть ли не каждый день то естественно так называемый плато такой языковой вам кажется что прогресса нет но он есть просто не такой ну а где вы в жизни видели чтобы прям было вот так вот это бывает очень редко то есть он у вас такой плавный такой вот но он есть не бывает повторюсь не бывает такого чтобы вы занимались чем-то регулярно с удовольствием и не было никакого прогресса поэтому давайте насчет этого успокоимся сразу если вы что-либо делаете регулярно с удовольствием вы в этом крепните крепчаете каждый день когда-то в одном из интервью у знаменитого баскетболиста джордана спросили уважаемый майкл скажите пожалуйста ну какой же значит секрет ваших тренировок да ну такое феноменальнейшее мастерство и так далее ну что у вас есть все таки какой-то секрет поделитесь вы уже типа карьеру заканчиваете вам что не все равно он говорит вы знаете я вам скажу честно я каждый день иду на свою там площадку эту и отрабатываю основные примитивнейшие движения тысячи раз вот и весь мой секрет то есть я довожу их не просто до автоматизма до какой-то гиперавтоматизма основные базовые движения так тысячи раз тысячи раз тысячи раз они становятся моим вторым я то есть моей второй сущностью вот видите то же самое в английском те же самые движения те же самые деятельности слушания аудирование чтения говорения там ну письмо маловы вряд ли кто-то из вас там много пишет да хотя бы это вы это делаете постоянно даже если вы это делаете приблизительно на одном и том же уровне вы становитесь в английском все круче и круче и это факт просто раньше или позже вам свыше будет дано если вам это нужно некая ситуация событие какая-то активность которая позволит вам увидеть свой прогресс ну например классический пример вы считаете что вас там прогресса то нету 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 чего-то на одном месте стоите тут захотелось вам поехать за рубеж на курорт или по делам там где английский присутствует вы поехали и вы чувствуете что вау классно но я намного лучше общаюсь в этих отелях там магазинах мне легче чем допустим два года назад я ездил я мучился там кочеврыжился весь и так далее вот есть прогресс есть а вы увидели или там вам пришлось по скайпу пообщаться срочно с каким-то там я не знаю бизнес-партнером мгангой из-за границы да вот и год назад вы пытались но вы друг друга поняли но полу жестами полу вы его потели там литр литр пота с вас сошел в этот раз вас сошло 275 грамм пота вот инганга вас понял намного лучше по крайней мере ну реально было легче вот его есть как бы прогресс есть ну вот то есть дождитесь просто той ситуации когда вам свыше как я уже сказал дастся понять что прогресс есть и никогда не не желаете быстро очень прогресса понимаете уже сколько философов и всяких и бизнес с этих аналитик утверждают что чрезмерно быстрый прогресс это не есть очень хорошо чрезмерно быстрый одно дело фундаментальный хороший спокойный прогресс другое дело когда что-либо раздувается доне до не каких-то вообразимых себе высот и широт за очень короткий промежуток времени потом пока неким законам вселенной происходит компенсация но там сдувается но это и так по простому поэтому намного лучше плавно и вот так ну конечно но у вас вот так вот как чем вот так потом не может она вечно постоянно джуха но где-то там гуд опять упадет ну что друзья я желаю вам красиво английского если вы занимаетесь английским вот допустим так как многие говорят смотрю фильмы такой гордостью да вот субтитрами смотрите фильмы с субтитрами конечно желательно еще почитывайте обязательно ну хотя бы анализирует эти субтитры со словарем но продолжайте это делать немножечко настойчивости немножечко силы но это везде проявляется нас от животных одно из отличий отличает это воля феномен воли то откуда она исходит никто не стоит ну именно физиологически да откуда этот импульс воли что я могу себя заставить это конечно как-то так звучит да не очень по крайней мере я могу приложить волевое усилие животное не может а вот кот на диету сесть не может им насыпаешь миску там а вот знаешь он уже разжирел да но не может так по посидеть подумать что блин не буду не съем одну третью атома 100 вот код сколько у него там импульсы какие-то мелькнули какие-то автоматически столько и сожрал вы в отличие от кота можете даже если немножечко вас там пессимизм закрадывается что вот английский у меня вы можете продолжить делать это денек два три потом вдохновение вернется опять это у нас постоянно этот цикл такого оптимизма энтузиазма потом немножечко спада оптимизма такая периода пульсации этой дуальности она свойственно может быть всей вселенной мы там никто не знает это на самом деле но так и в английском править и немножечко немножечко силы воли уж сильно насиловать не надо себя если там не дай бог температура 39 да и там не надо сидеть еще зачитать но вообще проявите обязательно через пару месяц . куда-то вы поедете с кем-то вы поговорите чего-то вы там откроете какую-то новую книжку или статью и увидите жуал мне же намного проще да я это сделал я могу вот это это от крылья и данным вы значит будете уже бой с большим энтузиазмом смотреть свои великие молодежные сериалы на английском языке ну что друзья желаем красиво английского и встретимся в следующих видео